Я точно знаю, кто из гостей нашего фестиваля лучше всех сыграл бы этого мужика. А также всех, ни дотёп, ни везучих. Ему везёт всегда только с успехом у зрителей. Тем более здесь, в Юрмале. Ведь он же здесь свой, родной. На сцене Дзинтаре Ефим Шифрин! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Толика знаете, да? Толик же последние два года вышибал и работал в книжном магазине. Нет, ну в смысле охранником. А это сейчас же книжки покупать перестали. Их директор вот так вот у всех в ряд выстроил. Говорит, давайте я вас вместо выходного пособия лучше всех расцелую. АПЛОДИСМЕНТЫ И позвольте подарить каждому с вас на прощание книгу новейшие способы голодания. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а чё, работы нет, денег нету. Короче, Толик за объявление засел и нашёл. В загородный дом требуется нянечка-повар с навыками гувернантки и дворника. Желательно отслужившая в армии. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а чё, сел на электритку, поехал. Слушайте, это знаете, это... Ну это такой загородный элитный посёлок. Огромный участок, огромный дом. Хозяин очень солидный. Не бизнесмен какой-нибудь драный, не дипломат какой-нибудь пшивый. АПЛОДИСМЕНТЫ КАПИТАН ИБДД! АПЛОДИСМЕНТЫ Очень серьёзный мужчина, солидный. Лицо диагональ 8 сантиметров. Жирность 90%. А дома не души. Вот у него только целый зоопарк. Каждой твари по паре. Он Толику так сказал. Я говорю, я не люблю людей и бардак. Люблю зверей и парами. Твоя работа проста. Покормить бульдога, погулять удава. Раз в неделю чистить аквариум с крокодилом. И за скорпионом приглядывать, чтобы бульдогу не приставал. За пять минут до приезда хозяина на дорожке лепестки роз разбросать. Когда в баню идёт, на бане флаг поднять. Когда обедать, садиться в колокол ударить. Ну что же, Толик быстро всё сообразил, проработал целых две недели. А нет, ещё потом две недели отдыхал психушки. Не, а там знаете, короче, что произошло? Этому капитану ЕБДД за огромные заслуги перед отечеством присвоили звание майора. И он решил это дело отметить. Ну как? Решил устроить у себя дома небольшой приём. Ну, позвал начальства, сослуживцев, знакомых, артистов, журналистов-проститутов. Журналистов, запятая, проститутов. А Толику сказал, чтобы всех зверей запер в одной комнате. И если хоть одна тварь вылезет и напугает кого-нибудь с начальства... Слушайте, ну сейчас у нас новую звезду в России обмывать, это дело непростое. Это целый ритуал надо сперва соблюсти. Это сначала за своего министра выпить, потом за замминистра, потом за начальника отдела кадров, и только потом можно уже звание обмывать. Ну, этот майор уже через час на Карачках стоял, сиреной кричал, под ковром в засаде с радаром прятался. А потом решил показать гостям, какие у его зверьки интересны. А Толик его предупредил, что Скорпион сегодня нервный. Наверное, от громкой музыки. А крокодил злой, потому что его подруга, надувная крокодилиха, сегодня лопнула. А бульдогу скучно, он хочет или мячик, или кота. А этот дурак Толик, когда отодвинул, все двери раскрыл, и все дверей выпустил. И у двоих подполковников случились преждевременные эррони. Потому что паук, яйцеед. Большой и очень любит трогать незнакомых людей. А генерал думает, что прыжает с разбега в окно, но это оказалась картина. А удаш вышел по потолку и посмотрел в глаза сразу всем. И у начальника отдела кадров на голове посидел парень. А самая пьяная из девушек подумала, что это не удаш. Сказала нет, упала в обморок и в салат. А крокодил из клетки выйти не смог, зато смог пойти вместе с клетками. А бульдог вообще не собирался никого трогать. На него наступили, и он за пять секунд откусил пять задних карманов. А один сослуживец потрогал этого паука, яйцееда, а потом его потрогал удаш, и у него теперь самый высокий голос во всей российской политике. Короче, с людей вечеринка не понравилась никому. Хозяин потом неделю на службу не ходил, все боялся, что морду набьют. Сверх того, что тогда набей. А Толика уволил. А Толик и не переживал. Толик, когда вот эту историю в интернете рассказал, ему пять мест предложил. Он сейчас в зоопарке. Воспитателем работает. У него словно на входе билеты проверяют. У кого есть, тому билет порвешь. А у кого нет, тому... Это же совсем другая история. Ефим Шатрин. Толик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ